МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. Китай и США договорились не допустить торговой войны друг с другом ради интересов обеих стран и всего мира, сообщил специальный посланник председателя КНР Си Цзинпиня, вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг к другу, приводят известия слова Лю Хэ. 20 мая стороны договорились об увеличении поставок из США в Китай для ликвидации торгового дисбаланса. Иран пообещал Европейскому Союзу придерживаться соглашения о ядерной программе в случае, если страны сообщества смогут компенсировать урон, который нанесут Тегерану санкции Вашингтона, решившего выйти из сделки по атому, сообщает ТАСС. Стороны договорились провести в конце ноября в Брюсселе семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству. Кроме того, они подтвердили приверженность Евросоюза и Ирана действующей ядерной сделке. Наступает большая налоговая неделя. Бизнесменам Казахстана предстоит распечатать заначки. С 21 по 25 мая наступают сроки платежей по 26 видам налогов для казахстанских физических лиц и бизнесменов, передает Тенгриньюз Киезет. Крупнейший сбор налогов запланирован на 25 мая. В этот день наступает срок уплаты трех видов корпоративного подоходного налога, индивидуального подоходного налога с казахстанских работников, квартального НДС, квартального налога на добычу полезных ископаемых, земельного налога и налога на имущество, квартального налога на игорный бизнес, а также десятков видов других платежей, в том числе обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений. Канад Бузумбаев ответил на критику по ценам на бензин в Казахстане. Министр энергетики сегодня рассказал депутатам парламента, в каких странах бензин стоит дороже, чем в Казахстане, передает Казинформ. По стоимости бензина Казахстан занимает 12-ю позицию с конца. По дистопливу 14-е место. То есть дешевле, чем у нас, бензин продается только в 11 странах из 167. Дешевле нас, в частности, в Венесуэле, Иране, Кювете и Туркменистане, рассказал министр в ходе правительственного часа в мажелисе парламента. При этом отметил министр, в таких нефтедобывающих странах, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, США, Россия и Азербайджан, бензин стоит дороже, чем в Казахстане. Если рынок определяет цены на ГСМ, то мы отслеживаем динамику в условиях работы в рамках таможенного союза. Конечно, нам нужно придерживаться паритета цен с учетом разницы. Работа будет продолжена, отметил министр. Стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл поразила пользователей сети, передает Tengri News KZ. Из-за опасений за безопасность гостей новобрачных и их семьи, больше всего было потрачено на охрану 40 миллионов долларов. За услуги флориста пара заплатила около 150 тысяч. На подарки для приглашенных гостей и закуски для них же потратили 650 тысяч долларов. Свадебный банановый торт обошелся герцогам в 67 тысяч. На музыкальное сопровождение и другие развлекательные услуги пошло около 480 тысяч долларов. На фото и видеосъемку более 22 тысяч. Чтобы привести новоиспеченную герцогиню в вид, в котором не стыдно появиться на территории Вензорского замка, потребовалось 420 тысяч долларов. Это в два раза превышает сумму, которую пара потратила на обручальные кольца. Кстати, одежда для принца Гарри обошлась всего в 8 тысяч долларов. 160 тысяч новоиспеченные супруги потратили на свое свадебное путешествие в Намибию. По мнению журналистов и пользователей сети, самая смешная трата на этой свадьбе – туалет для гостей. За отправление естественных нужд своих гостей пара заплатила почти 50 тысяч долларов. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин